Артериальная гипертензия. Часть вторая. Основа основ. Артериальная гипертензия в медицине официально считается неизлечимым заболеванием и в 95% случаях квалифицируется медиками как эссенциальное, то есть беспричинное. Они не знают причины. Но поддерживается на доступном уровне различными гипотензивными препаратами, диуретиками, бета-блокаторами, ну и другими средствами, расширяющими сосуды. Врач по шаблону назначает эти средства в зависимости от анализов, исследований и разговора с пациентом, ну и иных особенностей и реакции пациента на те или иные препараты, которые назначает данный врач. То есть вся работа врача заключается в снижении давления при артериальной гипертензии. Кардиологи не знают причину возникновения гипертонической болезни и потому не лечат болезнь, саму болезнь. Естественный логический результат излечения это всегда выздоровление, а результат псевдолечения или лекарственной терапии, которую прописывают врачи, это поддержка существования организма. Или по-другому, правильное лечение излечимой болезни всегда заканчивается выздоровлением, а лечение гипертонической болезни, оно заканчивается инсультом или инфарктом. Лекарств от гипертонической болезни в кардиологии нет, потому нет выздоровления, а есть только временная поддержка более низких показателей артериального давления пациента, и всё. Вы, дорогие друзья, разумеется, вправе выбирать, каким путём вы пойдёте дальше. Но советую вам для разумного выбора прослушать вот эту мою лекцию, и тогда вы будете знать, а не верить, как всё происходит в организме, и что вам делать. Решите уже тогда со знанием дела. Я знаю, эта моя информация спасёт тысячи жизней разумных людей. Я вынужден сделать уже второе видео о гипертонии, так как в моём первом видео я разобрал важные, но не все причины развития и наличия такого состояния организма, как артериальная гипертензия. Сейчас в этом видео я поставлю точку в вопросах всех причин артериальной гипертензии и лечения этого состояния организма. Я нарочно не говорю болезни. План моей лекции таков. Это две главы. То есть, что такое гипертония и лечение, непосредственное лечение гипертонии и артериальной, вернее, правильно сказать, артериальной гипертензии. Первое. Что такое гипертония и артериальная гипертензия? В чём ошибки и верования пациентов и врачей? Второе. На что должно быть направлено истинное лечение артериальной гипертензии для устранения причин? Третье. К чему в итоге приводит искусственное снижение давления таблетками? Четвёртое. За счёт чего снижается давление от таблеток? Пятое. Инсульты и инфаркты как следствие таблеток для снижения давления. Шестое. Нормы давления. Каковы они на самом деле? Седьмое. Старые и безопасные медицинские средства снижения давления. Восьмое. Кардинальные меры для устранения причин артериального давления – лечение артериальной гипертензии. Девятое. Конкретные меры по пунктам для лечения артериальной гипертензии и предотвращения инсультов и инфарктов. Много ошибок, верований и глупостей накоплено в сознании, подсознании людей по гипертонии. Многие наимно верят в возможное чудесное избавление от артериальной гипертензии, используя амулеты, браслеты, диски, медицинские таблетки. Это все абсурд и бред, потому и не проходит гипертония. И живут люди с артериальной гипертензией, мучаются, потому что ни болезнь лечат, ни причины болезни устраняют, а пытаются бороться с симптомами, то есть снижать повышенное артериальное давление. А высокое давление не болезнь, а симптом. Симптом чего? Слушайте дальше. Если спросить у вас, почти каждый человек скажет, что гипертония это болезнь, когда повышается давление. Но не только обычные обыватели, но и многие врачи, и даже профессора, что смешно и грустно, не понимают значения этого термина. И отвечают на вопрос ошибочно, что, мол, гипертония это высокое кровяное давление. Гипертония. Большинство считает, что гипертония это болезнь, но это не так. Гипертония это не болезнь, а состояние организма. Это гипертонус, то есть повышенное напряжение скелетных мышц, мышц полых органов, таких как желудка, мочевого пузыря и других. Это гипертонус гладкой мускулатуры кровеносных сосудов, артерий и артериол. А причина гипертонуса я поясню подробнее далее, и это очень важно. Итак, компиляция мифов о гипертонии, то есть гипертония это якобы... Первое. Это высокое давление. Второе. Давление приводит к инсульту. Третье утверждение. Лекарство лечит гипертоническую болезнь. Четвертое. Нормальное давление это 120 на 80. Пятое. Гипертония и высокое давление это возрастные изменения. Спазмы мышц, например, возникающие при стрессах, приводят к уменьшению просветов сосудов, так как они сдавливают сосуды при спазмах, приводят к увеличению сопротивления току крови и увеличению давления в сосудах, чтобы тот же необходимый объем крови доходил за ту же единицу времени до всех органов нашего организма, как и заложено природой. Для чего же такой механизм увеличения давления при спазмировании мышц был предусмотрен природой? Для того, чтобы при риске уменьшения циркуляции объема крови в жизненно важных органах, вследствие сужения диаметра сосудов, в особенности головного мозга, не было дефицита кислорода и кислородного голодания тканей, то есть гипоксии тканей, чтобы не было ишемии. Да, а то забуду, как обычно. Я настоятельно рекомендую вам подписаться на мой данный канал в ютубе. Кто еще не подписался? И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые, очень важные видео. А нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео. И не забудете их посмотреть, особенно те, которые будут вам интересны. Поделитесь моим видео в соцсетях, подпишитесь на мои сайты по здоровью и по продуктам, конечно, если сочтете это нужным. Тогда вы будете получать важные рассылки, письма, уведомления. При недостатке кислорода клетки начинают голодать, особенно те, где идет наивысшее его потребление. Это сердце и мозг. И если этот дефицит кислорода долгое время сохраняется, то это приводит к массовой гибели клеток от кислородного голодания. И тогда возникает инфаркт миокарда, то есть инфаркт сердца, или инфаркт мозга, то есть инсульт по ишемическому типу. Ну, то есть повреждению, отмиранию части клеток головного мозга из-за гибели этой группы клеток в результате гипоксии, то есть их кислородного голодания. Гипертония только сопровождается повышенным давлением. Это неповышенное давление. Это следствие гипертонуса мышц артерии и артериол, несущих кислород в ткани и органы. Гипертония вынуждает организм поднимать давление, чтобы обеспечить прежнее доз спазмирования и сужения сосудов, снабжение кровью, соответственно, кислородом, клеток мозга и других органов. А это вынужденное повышение давления и есть гипертоническая болезнь или артериальная гипертензия. А потому истинное лечение артериальной гипертензии должно быть направлено не на искусственное снижение артериального давления, а на нормализацию работы кровеносной системы организма и тем самым естественному снижению артериального давления. Уже как следствию нормальной работы кровеносной системы, это же естественно. Искусственное снижение давления препаратами может привести к ухудшению мозгового кровоснабжения и к инсульту. Почему? Сейчас поясню. Определимся с терминологией. Это важно для понимания причины, следствия повышения снижения давления вообще. Так вот гипертония – это избыточное напряжение мышц. Все. Ничего более. Запомните это. Гипертония артериол может быть основной причиной артериальной гипертензии. Это факт. Артериальная гипертензия – это повышенное кровяное давление в артериях большого и малого круга кровообращения. И потому бороться с повышенным давлением – такая же глупость, как бороться с повышенной температурой тела, считая угрозой для организма саму высокую температуру, а не инфекции, не токсины организма, вызывающие повышение температуры. Тонометр показывает нарушение работы сердечно-сосудистой системы, точно так же, как и термометр показывает воспалительный процесс, интоксикацию организма. Поймите эту прописную истину. Хроническая гипертония – это состояние организма, порождающее огромное количество болезней и их проявлений, таких как мигрень, бессонница, ослабление памяти, шум в ушах, голове. Это головокружение. Она порождает и провоцирует аритмию, стенокардию, одышку и многие болезни ЖКТ. И гастриты, запоры, колиты, да, по-другому. Усугубляет артрозы, парадонтозы, холецистит, диабет и прочие многие болезни. Я рекомендую почитать вам после моей лекции для более глубокого понимания сказанного мною, и если вы захотите это проверить, удостовериться, следующие труды следующих авторов. Первое. Кто желает понять эти процессы подробно, читайте книгу профессора Дебейки «Новая жизнь сердца». 500 страниц на русском языке есть. Я полагаю, что не нужно представлять, кто такой профессор Дебейки. Второе. Как кровь циркулирует, насыщается кислородом, отдает ее в тканях. Подробно смотрите у меня в лекции по кровеносной и кроветворной системах организма. Третье. Труды академика Ланга по данному вопросу, но о нем чуть далее. Какие же опасности подстерегают каждого, у кого и есть повышенное артериальное давление или артериальная гипертензия? Ну, во-первых, инсульт, а во-вторых, инфаркт. Инсульт – это нарушение кровоснабжения мозга. Он может быть геморрагический, то есть с кровозлиянием в мозг, и ишемический, то есть наоборот, в результате недостаточного снабжения кислородом тканей мозга, то есть инфаркт мозга. Но на 6 инсультов приходится только 1 геморрагический и 5 ишемический. 5 из 6 инсультов происходят из-за недостатка кровоснабжения структур головного мозга, в том числе и по причине принятия таблеток для быстрого, стойкого снижения артериального давления. Главная беда от повышенного тонуса мышечных тканей – это нарушение кровоснабжения головного мозга и сердца. Это понятно. Но есть еще одна проблема – это двух- и даже трехкратная перегрузка сердца при повышенном давлении. То есть его быстрое изнашивание и, как следствие, инфаркты, уже вызванные еще большей необходимостью в снабжении сердца дополнительным кислородом при такой его быстрой и чрезмерной работе. Что назначают врачи для снижения давления и что в результате этого назначения происходит? В чем опасность снижения давления таблетками? Как вы уже поняли и знаете, давление повышается в результате спазмирования мышц артерии и артериол и пережатии нормального, естественного просвета этих сосудов, в результате чего организм вынужден поднимать давление для прохождения по этим сосудам того же объема крови, какой он должен быть в норме и был, до сужения просвета сосудов медикаментами. Вот человек принимает таблетку для снижения давления, и давление резко снижается. Но почему снижается? За счет чего? Что нам с того? Вот слушайте. От любого сосудорасширяющего препарата временно расширяются только периферические сосуды, снабжающие кровью органы малого таза и брюшной полости. Вследствие расширения сосуда брюшной полости и артериальное давление снижается. Но такое снижение артериального давления ухудшает кровоснабжение мозга и сердца, поскольку на расширение сосудов мозга и сердца большинство гипотензивных препаратов не действует. При снижении артериального давления кровоток в органах малого таза увеличивается, а в мозгу и сердце уменьшается. И оттуда, и тогда возникают симптомы этого процесса. Такие проявления, как головные боли, головокружение, кахикардия, инсульты, инфаркты. То есть от этих самых таблеток, которые вам снижают давление, да? Если давление сильно и быстро снизить, то возникает острая ишемия, а далее ишемический инсульт. Вот как таблетки от давления провоцируют инсульты. А вы как хотели? Не хотели? Но чудес-то не бывает. Изучайте биологию. Я всегда об этом говорю. В инструкциях, например, к налипрелу, престариуму, или, например, гиротону и прочим препаратам. Так и написано в разделе «Побочные эффекты действия». Что написано? Инфаркт миокарда ишемический инсульт. Все правильно. Вот что писал, дорогие друзья, выдающийся ученый-академик Ланг. Запомните и повторяйте несколько раз эти золотые слова себе и для других, у кого есть эти проблемы. Итак, цитирую. Попытки непосредственно понизить артериальное давление препаратами, регулирующими тонус артериальной мускулатуры, кажутся наиболее рациональными. Но такое лечение не устраняет причину гипертонии, которая имеет точку приложения, по-видимому, в высших звеньях системы, регулирующей артериальное давление, то есть центральной нервной системе. Очевидно, необходимость использовать физиологические методы, которые устранят первопричину гипертонической болезни. При этом источник избавления от недуга генетически заложен в организме, и его надо только активировать. Гениально, просто, четко и совершенно справедливо. Потому реальная, то есть фактическая роль современного врача в лечении гипертонической болезни сводится к опытам над пациентами с целью подбора тех препаратов, которые будут регулярно снижать давление до некой нормы с минимальными побочными эффектами. Но это без иронии. Это натуральные опыты над людьми. Теперь давайте поговорим о нормах давления. По каким критериям определяют норму артериального давления? Если давление, к примеру, 200 на 130, это само собой не норма, и тут врач не нужен, чтобы это понимать. Но огромное число людей живут всю жизнь и чувствуют себя обычно, привычно, без мук, вполне нормально при давлении 170-180 на 110-120. И что? Зачем их лечить? Зачем убивать их таблетками? Заодно ухудшая мозговое кровоснабжение и провоцируя инсульты, болезни печени и почек. На каком основании можно считать, что для них эти показальные давления ненормальны? Основываясь и на книге «Новая жизнь сердца» профессора Дебейки и других ученых, можно привести цитату выдающихся практиков и хирургов. Не существует никаких научно обоснованных методов определения величины нормального артериального давления у конкретного человека. Все. Точка. Это компиляция по данной теме. Так на каком основании медики этого конкретного человека причисляют к гипертоникам и прописывают таблетки, чтобы сделать его, то есть давление, нормальным? Якобы нормальным. Безусловно, питаясь жареным вареным мясом с картошкой, потребляя малокачественной воды, потребляя химические вредные продукты и кофе, и соль, и тем более с привычным большинством высокобелковым, высококалорийным питанием, ведя малоподвижную жизнь, у любого человека будет расти давление с возрастом по мере сужения просветов сосудов от коллагена, от расклеротических отложений и бляшек. Но это можно поправить изменением питания даже в самом престарелом, в любом возрасте, если дело только в этих причинах сужения просвета сосуда. Но дело-то не только в них и не всегда в них. Обязательно смотрите мою лекцию «Кровеносные кровотворные системы», и вы многое узнаете важного, нужного для каждого человека, для жизни. А кому долго смотреть, не пишите мне претензии о длинной лекции, а просто не смотрите. А претензии оставьте себе за вашу дурь в нежелании потратить время на жизненно важные знания, то есть на приобретение к вашему будущему в десятки раз большего времени на вашу и для вашей жизни. Это важно понять. По современным кардиологам всё понятно. Они не могут понять или не хотят, что повышает давление артериальное именно головной мозг, так как он защищает себя от угрозы ишемического инсульта. А нейрологи давно всё знали и знают многие грамотные специалисты. Многие нейрологи знают о этой так называемой неизлечимой проблеме, болезни, созданной руками врачей. То есть о ишемии мозга и инсультах, возникающих именно в результате снижения артериального давления медикаментами. Противоречие между кардиологами и невропатологами наводит на естественную логическую мысль о современной медицине. А действовали врачи ещё буквально 40-50 лет назад совсем по-другому. Тогда не было большинства гипотензивных средств, снижающих давление. Регулярно давление, кстати, никто не измерял. И инсульты были редки. Тогда назначали седативные препараты. Не гипотензивные, как сейчас, а седативные. Типа кроволола, волокордина, валерьянки. Почему? Да потому что они действуют непосредственно на кровеносные сосуды. И в отличие от суперсовременных таблеток, расширяющих только сосуды органов брюшной полости и провоцирующих обескровливание головного мозга и сердечной ткани, сердечной мышцы. Действие седативных препаратов вызывает расширение микрососудов абсолютно всех органов организма. То есть, расширение микроартерий, микроартериол, через снятие избыточного возбуждения соответствующих центров головного мозга. И вот это знают и современные толковые нейрологи. Да, просто мозг, который как бы успокоили через вот эти нервные волокна. И стенки сосуда расширяются, потому что мышцы, сдавливающие их, расслабляются. Отпускают. И вот эти спазмированные мышечные волокна и сосуды тем самым плавно расширяются. Артериальное давление плавно снижается и абсолютно до норм организма. Итак, дорогие друзья, торможение центральной нервной системы седативными старыми проверенными препаратами убирает стресс и спазм сосудов. Расширяет тем самым сосуды и не приводит к инсультам и инфарктам, как следствием, снижение гипотензивными современными препаратами артериального давления. Именно о таком лечении, дорогие товарищи, нежели применение таблеток от давления, говорил великий академик Ланг, основоположник учения о гипертонической болезни, по книгам которого учились несколько поколений врачей. Может быть, Ланг был не прав? Да нет, прав, так как никто не смог доказать обратного, и это простая физиология, а практика всегда подтверждает верную теорию. Врачи, дорогие врачи, становитесь докторами, уже пора. Учите биологию, биохимию, физиологию и десятки других смежных наук, и начните обязательно с учебника логика за 54-й год. Потом изучите диалектику Гегеля, и потом уже приступайте к медицине заново, уже разумными думающими людьми. Внимание! А вы знаете, дорогие друзья, когда произошли глобальные изменения, то есть подмены, и наука была заменена вредительством в данной области, а это именно так было, отвечаю за свои слова. Дело в том, что в 1993 году некое международное общество по гипертензии придумало новую болезнь, высокое давление, гипертензию, и навязало вечное лечение исключительно гипотензивными препаратами, а скоро эти препараты были объявлены и антиишемическими. По чуть-чуть, тихой сапой. Убрав из лечения старый добрый волокордин, корвалол, валерьянку. Почему? Странные люди только могут задать такой вопрос. То есть только те, кто верят, свято верят в то, что сверху все делается только для нашего с вами блага. Эх, люди, люди. Ну хорошо, я подскажу, кто не понимает прописных истин. Миллиарды и триллионы долларов в фарминдустрии всего мира крутятся. Это огромная власть, огромные средства. И это все происходит при попустительстве правительства. Рука об руку, как говорят, моют. Нового государства, любого. Тем более нашего, в те переходные периоды, когда все лилось в нашу страну. Все самое плохое и разрушительное. Так вот, есть в этом логическая и абсолютная закономерность. А кардиологи, по сути, предали своего учителя, академика Ланга. Стыдно. Изучайте науку нормальной физиологии. Она изучает организм в целом, а не отдельные системы и органы, как кардиология, неврология. Нужно знать весь организм в совокупности, знать биохимию, знать все причинно-следственные связи. Это трудно. Этому надо учиться всю жизнь. А как иначе? Но вернемся к давлению. У любого человека давление изменяется в течение суток многократно. В зависимости от очень многих факторов. Например, от химического состава крови. То есть от наличия или отсутствия в ней тех или иных гормонов и газов. Например, гормон стресса адреналина резко сужает артерии и артериолы. И артериальное давление сразу поднимается. Это предусмотрено природой для предотвращения потери большого объема крови при ранениях, травмах. Есть еще одна обратная зависимость. Это количество в крови растворенного углекислого газа. Именно за счет определенного процентного соотношения между газами в крови и поддерживается нормальный просвет в сосудах. Главная роль в этом процессе отводится именно углекислому газу CO2. Это конечный продукт клеточного дыхания, окисления углеводов, в основном глюкозы. CO2 удаляется из организма посредством вентиляции легких. Но по пути к легким некоторое время он находится в избыточном состоянии в организме, играя важную роль естественного регулятора просвета микрососудов. CO2 сдерживает сужение, не дает спазмироваться сосудам. Таким образом, нормальная естественная концентрация CO2 в крови – залог нормального артериального давления. В любом старом учебнике нормальной физиологии ясно указывается, что веществом, расширяющим сосуды, является находящийся в крови углекислый газ. А в конце 19 века пермским доктором Верига, а позднее Бором, было установлено, что усвоение клетками кислорода напрямую зависит от содержания крови углекислого газа. И чем больше углекислого газа в крови, тем больше кислорода доходит до всех клеток организма. Вот такая зависимость. Интересная была известна уже более 100 лет ученым. Любая клетка, орган, ткань жива, только пока она получает достаточное количество необходимого для клеточного дыхания и обменных процессов кислорода. А в 90-е годы 20 века были проведены исследования учеными Агаджаняном, Красниковым и Полуниным, доказывающие, что постоянный спазм микрососудов, то есть гипертония артериол, то есть спазм сосудов, невозможен при содержании углекислого газа в крови в пределах 5,5-6,5%. У молодых здоровых людей эта норма всегда незыблема, а у большинства больных и пожилых людей часто 3,5-4,5% всего содержания углекислого газа в крови. Пока человек много двигается, занимается физическими нагрузками, спортами, он активен, интенсивность его дыхания находится в тех пределах, в которых по программе свыше поддерживается выше приведенный нормальный показатель СО2. Но при сидячем, малоподвижном образе жизни, в результате стрессов, особенно постоянных, с возрастом, интенсивность дыхания возрастает к 50-60 годам, а теперь уже и ранее, и составляет 8-12 литров в минуту, при норме 3-4 литра. А эта избыточная вентиляция лёгких приводит к избыточному вымыванию из крови углекислого газа. Так вот, при 9-12 литрах вдыхаемого в минуту воздуха содержание СО2 в крови падает до 4%. Это многократно подтверждалось газоанализаторами крови, а это всегда они показывают. В результате создаётся постоянный, перманентный такой спазм артериол со всеми вытекающими со временем последствиями, о которых я говорил выше. Итак, новое определение в ваш багаж знаний дам. Гипокапнемия. Что это за определение? Что за термин? Это постоянный недостаток в крови углекислого газа. Это главная и закономерная причина артериальной гипертензии в результате постоянных спазмов и сужения сосудов. То есть причина гипертонии, помимо тех, что я пояснял в моей первой лекции по гипертонии, обязательно её посмотрите, Это гипокапнемия. При дефиците движения 70-90% от необходимого для современного человека. Гипертоническое состояние естественно. А как вы хотели? Стресс провоцирует на выработку гормонов, увеличение частоты и глубину дыхания. Адреналин ведь должен найти биологическую разрядку. Это бег, пот. Если разрядки нет, то идёт накопление пагубных воздействий до полной потери компенсаторных резервов организма. Этот гормон действует долго, до нескольких часов. Кто относительно защищён от стрессов? Но это те, кто постоянно и много трудится, кто активен, кто движется. Таким образом, физиологическая причина гипертензии – это снижение концентрации СО2 в крови ниже положенных норм. Вследствие стрессов, переживаний, не находящих естественной разрядки и очищения. Как это происходит в естественной природе и при активном образе жизни? Кстати, горные жители имеют нагрузки на уровне спортсменов, кто не знал. Ну, спускаясь и поднимаясь по ущельям и склонам в течение дня по нескольку раз, с раннего детства, до последних своих дней жизни, эти люди, имеющие крепкую генетику, ведущие здоровый, стабильный образ жизни, пьющие качественную воду и так далее, не имеющие стрессов, да, они не знают о гипертонии, вернее, правильно сказать, о артериальной гипертензии даже в 120 и более лет. И это вполне естественно и закономерно. Смотрите мои аналитические лекции по долголетию и долгожительстве. Это целый плейлист на моём канале в Ютубе. Вы там найдёте мощнейшую аналитику. Очень рекомендую посмотреть все эти лекции. А теперь можно и нужно сделать соответствующий вывод. Причинно-бессимптомной, то есть эссенциальной артериальной гипертензии, как и не атеросклерозной ишемической болезни сердца одна и та же. Это гипертония мелких артерий и артериол, то есть экспазмирование в результате недостатка в крови углекислого газа, возникшего по причинам, перечисленным мной выше. Главные из которых это гиподинамия и стрессы. Неизбежные последствия таких длительно протекающих состояний организма это кислородное голодание этих тканей, органов и инсульты по ишемическому типу и инфаркты. Только академические знания, учения по нормальной физиологии позволили понять и сформулировать реальную причину возникновения гипертонической болезни и множество других болезней, считающихся неизлечимыми. Дорогие граждане, у вас есть два пути в данном вопросе. Первый. Это пожизненно ходить к врачу, выполнять строгий распорядок дня и вообще пожизненно пить таблетки, которые в 2-3 раза сократят вашу оставшуюся в потенциале жизнь. Бояться, трястись, мучиться, не жить, короче говоря. Или второй вариант сделать то, что я скажу далее, подводя итог и сведя это все в 15 пунктов, что необходимо делать и как жить. Единственный простой способ увеличить в крови концентрацию углекислого газа до необходимых 5,5-6,5% это использование аппарата самоздрав. Тогда вам даже не придется прикладывать волевые усилия и большое время, как при использовании метода Бутейко или Стрельниковой и их аналогов. Хотя их методы рабочие, хорошие, прекрасные, просто сложно выполнимые, как показала уже многолетняя практика тысяч людей. По самоздраву обязательно посмотрите это видео и вы все поймете подробно. Известный большинство людей профессор Неумывакин в своей книге «Избавление от неизлечимых болезней» на странице 160 писал «Наиболее совершенным на сегодня способом восстановления нормального содержания в крови СО2 через нормализацию дыхания способом, доступным буквально всем, является применение комплекса самоздрав». Если вы, уважаемые зрители, решите приобрести и применять самоздрав, что я рекомендую тоже, то сообщу, что приобрести неподдельный с завода производитель прибор по цене производителя производства вы можете сделать через сайт надгар.ру под этим видео. А когда вообще допустимо разумное потребление таблеток от давления, вот этих гипотензивных препаратов, для снижения артериального давления? А это допустимо только при сильных головных болях и тогда, когда возникает чувство страха перед артериальным давлением, зашкаливающим за 200. Да, дорогие товарищи, только при таких обстоятельствах это разумно, целесообразно и допустимо. А как быть? Как снять высокое давление в данный момент времени? У кого особенно оно хроническое? Ну что ж, очень просто. Вспомним, чему учил академик Ланг. Надо 3-4 месяца подряд принимать настойку корня валерьяны, по 5 капель 5-7 раз в сутки, в течение дня равномерно. Разовую дозу увеличить до 10, даже 20 капель в случаях ухудшения самочувствия, а также за 2 дня до полнолуния, в дни полнолуния и в дни новолуния и 2 дня после них. Подведем окончательный итог. Если вы не хотите иметь гипертензию сосудов, хотите устранить саму возможность этого появления болезни, болезни сердечно-сосудистой системы, как и самих иных болезней и гибели от их наличия и их последствий, то я рекомендую вам непременно делать следующее. Первое. Обязательно посмотрите мое первое видео по гипертонии и пересмотрите, кто уже смотрел, и выпишите все важные акценты и пояснения на бумагу. Учтите эти факты. Второе. Не нервничать, свести стрессы к минимуму. После стрессов, если их все же допустили, бегать, отжиматься, приседать и тому подобное, то есть до сильного пота и в душ. Желательно контрастный, по возможности. Бани это уже по состоянию здоровья. Можно щадящие банны бочки применять. Третий пункт. Уменьшить до минимума или вовсе исключить соль из продуктов из пищи. Четвертое. Пить водородную воду, хотя бы дистиллированную, можно из обратного осмоса. Смотрите мои видео по воде, по приборам, особенно по прибору Хеллоби. Прибор с двойной протонной обменной мембраной Хеллоби можно приобрести только на нашем сайте. Пятый пункт. Применять дыхательную систему по Бутейко или Стрельниковой, или пользоваться копеечным, очень эффективным аппаратом Самоздрав. Смотрите по ссылке видео под этим моим видео. Шестое. Изменить питание на адекватное, человеческое, по крайней мере без животных так называемых продуктов. Убрать из питания вареные крахмалы, это картошка, рис, хлеба, булочные изделия. Есть больше зелени, пить больше овощных соков, по норму Нокеру, читайте его книги по соколечению. Пить зеленые коктейли, применять сок проростков пшеницы, дикую спирулину, фокус. По сезону дикороссы, листья дуванчиков, подорожников, сныти, крапивы, салаты и в те же зеленые коктейли. Проращивайте и есть 5-7 дневные проростки кунжута, амаранта, глазерного овса. Смотрите обязательно видео о моложении, поймете зачем и почему. Седьмой пункт. Обязателен ночной глубокий сон, особенно с 23.00 до 3 утра должна быть глубокая фаза сна. Не пропустите эту фазу обязательно в этот период и в полной темноте, а общее время сна не должно быть менее 7-8 часов в сутки. Восьмой пункт. При стойкой застарелой артериальной гипертензии не использовать химические препараты, кроме случаев, о которых я говорил выше. А по рекомендациям академика Ланга применять курс валерьянки, рецепт я давал. Девятое. Послушать совет по питанию профессора-кардиохирурга 105-летнего вегана доктора Элсорта Уэрхэма из США. Посмотрите по ссылке видео и мои комментарии. Десятый пункт. Очистить лимфатическую пищеварительную систему организма. Смотрите эти и другие мои важные видео по здоровью. Ссылки будут под видео. Одиннадцатое. Обязательно пройдите комплексную антипроцитарную программу. Смотрите мое видео «Грипп лисичка». Двенадцатое. Если по анализам гомоцистеин у вас повышен, принимать В12. Смотрите мою лекцию В12. Тринадцатое. Категорически никакого алкоголя, если кто-то из ваших родственников, для кого вы это видео покажете или расскажете, потребляет. Прием даже 50 грамм алкоголя средней крепости мгновенно провоцирует повышение артериального давления на 5-10 миллиметров ртутного столба. Никакого курения, само собой. Четырнадцатое. Использовать защиту от резонансного разрушительного воздействия на клетки электромагнитных лучей от сотовых, телефонов, телевизоров, мониторов. Это нейтроники. Обязательно посмотрите мою лекцию «Вай-фай. Рак головного мозга» и видео с моим коллегой Тюняевым, который вы найдете у меня на канале. И по ссылкам под данным видео. Пятнадцатое. Снижение массы тела обязательно, если у вас есть превышенная норма. Норма, к примеру, при росте от 160 до 180 сантиметров, это минус 110 единиц от роста. То есть, для роста, к примеру, 170 сантиметров нормальный вес, но не культуриста, конечно. Это 60 килограмм. Корректировки нормы зависят от ширины костей и телосложения. Ну вот, дорогие друзья, я и сделал это. Снял с себя большой груз. Много времени я потратил на подготовку к этой записи. И, надеюсь, не напрасно. И теперь сотни тысяч людей, я надеюсь, смогут решить свои проблемы, по крайней мере, с артериальной гипертензией. Помните, чем больше условий, факторов, из указанных выше пунктов, приведенных мной, вы выполните, тем быстрее и крепче будет эффект. То есть, результат. Ваш результат. Ну, на этом все. Здоровья вам и вашим близким. До новых встреч. Ставьте лайки. Поддержите мой канал и это видео. И получайте от меня новые видео. Делитесь ими в соцсетях. Перезаливайте на свои каналы в ютубе, у кого они есть. Всего вам хорошего. До свидания.